Я, честно говоря, больше всего переживаю, чтобы Макс их не обижал. Говорят, что коты могут обидеть котят. Ты вылезти хочешь? Ты что, тут такие большие собаки. Галчата ТВ. Всем привет, вы на канале Галчата ТВ. Сейчас мы в комнате наших животных. И что мы решили сделать? Мы решили взять вот такую большую клетку, в которой были наши свинки, морские свинки летом. Она как вольер будет служить для маленьких котят. И посадить их сюда, тех котят, которых мы спасли, которых мы нашли на улице. Дабы проверить, чтобы животные их не обидели. И животные могли к ним привыкнуть. Потому что вы знаете, что у нас очень много животных. Вот у нас там прыгает Алиса. Где-то наша кошка новая тоже, которую мы буквально недавно получили. Тоже при очень странных обстоятельствах. Здесь наш кот Макс, которого вы уже любите. Алиска. Ну, в любом случае, маленькие котята, конечно, должны чувствовать себя в безопасности. Сейчас побудем пытаться им это организовать. Насколько у нас это получится. Так, мы поставили уже клетку. Животные наши пришли знакомиться уже. Но, конечно, никто не знает, как отреагируют взрослые животные на маленьких котят. Поэтому мы будем стараться, пока котят оградить. Малыши. Сколько? Посчитай. Три? Все? Трое? Алиса сразу пришла, такая обнюхивает. Главное, главное, конечно, что просто к ним привыкли, чтобы их не бежали. О, пришла кошка. Кошка, как вы знаете, мы ее тоже буквально недавно забрали, когда ехали нашу Алису лечить. И там оказалась такая история, после которой нас оказалась кошка. Всем интересно. А, и Макс пришел, слышишь? Кролик только не пришел. Но они не боятся их, да, так? Угу. Может, чувствуют, что они в охранности. Ты думаешь, сообразит? Не, он лег спать там, по-моему. Он, по-моему, там спать ложится. Слушай, может, какую-то маленькую подушечку придумать с той стороны положить? Покушать принести? Ну, да, логично. Только они есть не умеют. Одна проблема. Макс, слышишь, Макс? Я, честно говоря, больше всего переживаю, чтобы Макс их не обижал. Говорят, что коты могут обидеть. А, Алиска такая смешная, да. Кстати, Алиса, вот тут рыжий котенок очень на тебя похож. Иди его, понюхай. Кто еще твой брат? Не пугай их. Алиса. Вот это Алиса своей, конечно, энергичности может просто напугать. Как вы знаете, у нас Алиса недавно сломала лапку. Она у нас все еще со сломанной лапкой ходит. Макс, Макс смотрит. Слышишь, Макс рассматривает. Алиса. Ну, кстати, мы придумали с этим вольером хорошо для того, чтобы они их не напугали. У нас есть еще один вольер побольше. Но проблема в том, что этот вольер, вот он закрытый. О, кстати, кто забыл подписаться, обязательно подпишитесь на наш канал. А тот вольер открытый. И я понимаю, что кот Макс запросто на него запрыгнет. И вот мне было, так как мне была интересна реакция наших кошек на маленьких котят, вот я решила пока закрыть, чтобы они привыкли, а потом уже посмотрим. Рыжий собирается все-таки в туалет ходить? Или это он там собирается спать? Сейчас я еще подушечку им найду, положу, чтобы им теплее было. Что-то там гребется, смотришь, крябается там. Прикольно так. Куда ты там гребешь, слышишь, выгребаешь? Всем интересно. Да-да-да, животные так. Конечно, собрались такая. Толпа собралась смотреть, что же там такое в клетке, ребята. А смотри, как они действительно сразу все-таки стали. Кто это? Новички. Такие старожилы встречают новичков. Малыши-карандаши. Не, слушай, по-моему, он все-таки писает. Слушай, он сообразил. Ты глянь. Вот у них все-таки на уровне инстинкта куда-то что-то закопать по писе, да? Реально. Рыжий такой сообразительный. Они не вращают. Ну, я не знаю. Для них это, конечно, может и стресс, но у нас других вариантов нет. Хотя для них стресс был лежать там в снегу, замерзать, умирать. Да. Поэтому я думаю, что да, тот стресс намного сильнее, чем стресс там от каких-то животных. Алиса. Шипят мне. Так, шипят, да? Да. Алиса, не надо, не пугай котят. Они и так бедные, перепуганные все. Слушай, шипит, да? Ей надо погавкать чуть-чуть, ей надо пошипеть. Они ознакомятся, будут все равно там. Котята заснули. Папа принес большой вольер, мы сейчас их установим. Сразу пришел Макс, как обычно, смотреть, как собирается вольер. Мы решили поставить все-таки большой вольер, потому что, ну, в клетке-то совсем никуда не годится. А сверху мы накроем сеткой, чтобы пока Макс не мог запрыгнуть, потому что, в принципе, у меня основной вопрос по Максу. Понятно, мы будем за ними следить, но тут же ж такое дело, можно о нем следить и все. Посмотрите, как забавно они спят. Такие малыши забавные, ушком-ушком, ушком крутят. Сейчас, малыши, у вас будет вольер. Накушались и спят. Даже где-то написали. Два, по-моему, даже догадалась, что надо сделать хвоточек. Один промазал, ну, бывает. Но то они и маленькие создания. Кстати, что-то наш дедушка быстрее прикрутил вольер. Сейчас, малыши... У вас нет инструкции. Сейчас, малыши, уже скоро-скоро вы отправитесь в вольерчик. Вон наши малыши. Уже начинает приходить в себя. Сейчас мы останавливаем вольер. Вот этот рыженький, по-моему, он такой самый активный. Куда ты идешь по ним? Ты что? Ну, ты даешь. Ну, ты даешь. Сейчас, сейчас вы вольерчик попадете, хороший. Ого, как ты? Такой маленький, слышь, только что так спину выгнул. Вроде бы он тигр. Ага, молоко, да, мокрое. Их пока я еще пою все-таки с шприца, потому что они не понимают, как пить. Но я их пытаюсь вот ставлю приучать, но что-то это не очень пока получается. Так, сейчас, сейчас ваш вольерчик будет готов, малыш. Что, что, ты куда идешь? Ой, ты опять прыгнул? Ты вылезти хочешь? Ты что, тут такие большие собаки, сейчас будет твой вольер готов, тогда раз этот, пока не рискую. Сейчас детки к тебе придут. Мы переставили котят в вольер. А вот они тут бегают, как такие маленькие пушистые комочки. Вольер нам нужен, это в первую очередь безопасность наших котят от Алисы, которая, к сожалению, может их напугать. Ну, конечно, от Макса она не защитит, но вроде бы Макс к ним привык чуть-чуть. Посмотрим. Будем наблюдать. А туалет куда-то в угол поставь. Надеюсь, что догадаются. Полотенце в домик? Шубзапах или что? Может, ты в доме будешь жить? Нет, в домике, может, и будет, но зачем полотенце, я думаю. Не могу? Я думаю, нет. Вот нам пригодился наш второй вольер. Ай, молоко, да? Молоко мокрое. К сожалению, котята не умеют есть эти самостоятельные. Они очень худые. Мы их нашли на улице, и вот они такие все замерзшие. Так, ты писяешь, или ты там пришел спать укладываться? Не, вроде бы писяет даже. Смотри, как бегает. Кот. Вот так наши спасенные котята неожиданно обрели свой новый дом, а мы обрели этих трех мушки-котов. Вы уже видели те видео, которые я выкладывала немножко раньше, которые были сняты немножко позже. Котята очень быстро привыкли к нам, привыкли к дому, и все хорошо с животными, и они подружились. Но мне захотелось поделиться с вами еще вот этими первыми моментами, которые остались семейными, в новом архиве, и которые, я думаю, вам тоже понравятся. Всем, ребята, пока-пока, до новых встреч, и кто не подписался, обязательно подписывайся. Буду очень рада вас видеть на нашем канале. Пока-пока, и до новых встреч.